Это день 2 апреля, день памяти священномученика Владимира Пиксанова. По воспоминаниям старожилов в Павловке, в большие православные праздники, после службы, особенно на Пасху, сельчане собирались целыми улицами. И батюшка непременно находился среди них. Авторитет отца Владимира среди сельчан был непререкаем. К нему обращались как человеку образованному, рассудительному. Посещение церкви, где служил отец Владимир, воспринималось как праздник. Хор Покровского храма славился далеко за пределами Павловки. Так описывалась нормальная, мирная жизнь сельского священника отца Владимира. Несколько поколений Пиксановых жило в Саратовской губернии, были священниками. Там же жил и служил будущий святой. Быть может, и он бы передал своим детям эту традицию. Но настал 1917 год, революция. Большевики пришли в его Павловку. Отряд красноармейцев получил сведения, что здесь действуют контрреволюционеры. Вдаваться в подробности они не стали. Направились к сельскому священнику. Отец Владимир успел даже накормить нескольких из красноармейцев. Они же объявили, что его арестовывают. Сначала избили плетьми, потом повели на расстрел. Священник успел обернуться лицом к своим убийцам и, осенив себя крестным знаменем, произнес «Господи, прими мою душу». С тела убиенного Иерея красногвардейцы сняли сапоги и галоши. Даже не до конца ясно, какое обвинение было у них для отца Владимира. Началась пора красного террора, часто просто слепого. В 2016 году отец Владимира был канонизирован. В этот день, 2 апреля, родились князь Новгород-Северский Игорь Святославич, главный герой поэмы «Слово о полку Игореве». Анатолий Серов – знаменитый летчик 1630-х годов. В его честь назван город Серов Свердловской области. В этот день, 2 апреля 1698 года, Петр I, будучи в Лондоне, наблюдал совещание парламента с английским королем. Поскольку Петр делал это сидя на крыше, родилась шутка. Я видел редчайшую вещь на свете, а именно короля на троне и императора на крыше. 2 апреля 1833 года вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». 2 апреля 1466 года состоялись выборы в Первую Государственную Думу. Выборы в первую в истории России Думу проходили по сложной системе, в два этапа. Сначала поданные русского царя выбирали выборщиков, только уже потом выборщики депутатов. Причем вес отдельных голосов был не одинаков. Один выборщик в городе приходился на 2000 жителей. В деревне один на 30 тысяч голосов, а среди рабочих заводов выборщик и вовсе приходился на 90 тысяч простых избирателей. От многих ускользал смысл процедуры. Тем более страна большая, выборы часто проходили вдали от дома. Один из будущих депутатов с казачьего края вспоминал. Приходили за советом, нельзя ли как уклониться от исполнения высокого гражданского долга. Очень уж труден путь до окружной станицы. Через две реки переправляться надо, а переправы у нас, не дай господи. К тому же и время рабочее, посевное, каждый час дорог. Тем обиднее, что несмотря на все сложности, первый состав Думы просуществовал всего 72 дня. Работа парламента закрепнулась в каких-то бесплодных протестах. И в ночь на 9 января 1106 года к дверям Таврического дворца в столице, где проходили заседания, был прибит указ о распуске первого российского парламента. 2 апреля 1943 года закончилась операция «Зимнее волшебство гитлеровцев против советских партизан». В марте 1943 года произошла трагедия в белорусской деревне Хатынь. Там гитлеровские каратели убили 149 человек, половина из которых была детьми. Об этом событии знают практически все. А ведь Хатынь – это лишь одна из сотен деревень, которые были сожжены в печально известной операции «Зимнее волшебство». Цель этого «Зимнего волшебства» – создание 30-километровой мертвой зоны на белорусско-латвийской границе. Из приказа обергруппенфюрера Эйкельна от 15 февраля 1943 года. Бандитов и подозреваемых расстреливать, всех остальных лиц, если только они работоспособны, включая пригодных детей, СД в тесном взаимодействии с воинскими частями надлежит доставлять в тыл. Первой деревней на пути карателей стала деревня Бегосова. В ней расстреляли 15 бандитов и 10 подозрительных лиц. Правда, оружие при них не обнаружили. Подобное продолжалось почти два месяца. За это время каратели сожгли 439 населенных пунктов, убили больше 13 тысяч человек. Тысячи угнали в рабство. С задачей сформировать мертвую зону они справились. 2 апреля 1996 года Россия и Белоруссия подписали договор о создании общества суверенных республик. Таким был этот день 2 апреля.